Всем привет! С вами Ольга. Сегодня опять домашний влог. Мне очень приятно, что вы пишете такие мне хорошие, добрые, теплые комментарии по поводу того, что вам нравится видео такого плана, чтобы я чаще такое снимала. И пока мне это нравится, пока это все вот так вот идет, так сказать, само собой, я буду это делать. Ну, а поскольку это еще и у вас отклик находит, конечно, мне вдвойне приятнее. И сегодня покажу, что я еще доделала на кухне. Также ожидаю заказ в Фаберлик. Их должны прямо домой привезти, там новинки следующего каталога. Я всегда их очень-очень жду. Поэтому вместе сделаем распаковочку, посмотрим, что же там пришло. Ну и, конечно же, сегодня вечером я уже начну их пробовать. Оставайтесь со мной и давайте этот день проведем вместе. В это воскресенье мы ездили в торговый центр, зашли, в общем-то, в ХОВ. И смотрите, я там увидела, какой органайзер. Это для сушки столовых приборов. Ну, мне, знаете, кажется, что, в принципе, можно и хранить, наверное. Ну, а почему нет? Вот эти мне понравились очень дырочки под ножи. Я вам даже сейчас продемонстрирую. Вот, смотрите, берем нож. Так вот его вставляем. Ручка не дает ему упасть. Все. Он стоит, ни обо что не тыкается, не трогается. В общем-то, не тупится поэтому. Ну, а остальные все предметы столовые можно убрать вот сюда. Тут повыше контейнер и вот этот контейнер пониже. Здесь можно ложечкой. Ну, я туда еще щеточку положила. Она у меня не высохла. А вот на эти крючочки я попробовала кружку повесить. Одну можно, но толку нету, потому что с нее ничего не стекает. А вот для таких маленьких всяких нужных штук вот эти крючочки очень даже подходят. Я сушила вот эту маленькую терку для чеснока. И еще у меня есть от ножниц для зелени вот такая щеточка. Тоже ножницы помыла, щеточку помыла и вот так повесила. Очень удобно. Вот от этих ножниц для зелени, видите, такая чистилка. Меня, кстати, спрашивали под прошлыми видео, где можно такие купить. Но у меня Фаберлик, таких сейчас нету. А вообще они в интернете продаются. По-моему, даже на Азоне они на самом деле есть. Прямо пишите ножницы для зелени и вам покажут, что есть. В Икеа купила нескользящий коврик, который можно стелить в ящике. Видела в фикс-прайсе за 199 рублей. Не знаю, такой или не такой. Он заклеен был, поэтому не знаю. Этот такой пупырчатый. А с другой стороны он абсолютно гладкий. То есть здесь гладкий, здесь с такими пупырышками. Ну, вот так вот пока все разложила. Удобно, видите, что ничего не ездит. Оно все зафиксировано. А это вот цветочки мы с дачи привезли. Васильки. А вот эти вот, не знаю, как называются беленькие. Но я видела, что такие часто добавляют в букеты, как дополнение. А вот еще в Хофф мы купили вот такие стаканы. Василиска увидела, говорит, все, давай, мне такие надо. Упаковка была из трех штучек. И, по-моему, 229 рублей, если я не ошибаюсь, они стоили. Просто стеклянные. Кому интересно, можно мыть в посудомоечной машине. У нас ее нету, но там была просто такая вот надпись. И она мне бросилась за глаза, поэтому я запомнила. Вот так вот выглядит коврик, который я вам только что показывала. По этим пупырышкам, кстати, довольно удобно его резать. И получается ровно. Размер 150,4 на 50,4. И если я ничего не путаю, то обычно этот коврик стоит, по-моему, в районе 300 рублей. Но сейчас вот у них акция идет Икеа Клуб. И по 139, что ли, его у меня пробили. Ну, в общем, в любом случае, это такая вещь, которую вы один раз купите и постелите. Я не думаю, что она может как-то там износиться и что-то с ней вообще произойдет. Только что мне буквально привезли посылочку в Фаберник. Так люблю я домой получать. Я ее открыла, но еще не смотрела, что внутри. Заказала новинки 12-го каталога Фаберник. Получается, следующего он будет только через 2 недели, потому что сейчас 11-й идет. А меня уже привезли. И вот если бы я на пункт заказывала, то получила бы только в среду вечером. А если курьером по Москве, по крайней мере, то, видите, уже во вторник в обед заказик у меня. Давайте коробку я отодвину и буду ставить на стол. Первое, что у меня досталось, это вот такая маска для волос. Глина, детокс для кожи головы и волос. Это совместная разработка с японской косметической компанией. Так, что тут еще? Вот такая новинка. Честно, было немножечко мне жалко покупать по полной цене, потому что я могу потом как VIP купить с хорошей скидкой. Но я не выдержала. Это патчи гидрогелевые для кожи вокруг глаз. Посмотрите, они запечатаны в слюду. И там должно быть их 60 штук. Ну, сейчас мы с вами просто делаем распаковку. Потом я это все попробую и обязательно вам расскажу уже в видео впечатления. Хорошо? Восстанавливающий крем для лица, рук и тела. Райские моменты серии La Creme. С медом и молочными протеинами. Из этой же серии крем-мыло для рук, восстанавливающий райские моменты. Тоже мед и молочные протеины. Но это я уже не удержусь. Ой, очень приятный аромат. Здорово. Мед, молоко. Такой вот кремовый, очень нежный. Следующее, что у меня достается, это ночная маска желе из серии Bio Glow. Мне вообще серия Bio Glow очень понравилась. И, кстати, крем жемчужный у меня уже почти закончился. Прямо, наверное, завтра я его уже полностью закончу. Поэтому очень хотелось маску попробовать. Но здесь должен быть аромат от манго. То есть, если все остальное Bio Glow пахнет оранжевым таким мандарином, сочным, ярким, то тут будет манго. Посмотрим. Вот так упакован шампунь. Я буду распаковывать, потому что так намного симпатичнее выглядит. Это Sakura питательный шампунь для всех типов волос. Кстати, вот эта вот маска тоже для всех типов волос. Не знаю, как это будет все выглядеть, но будем пробовать смотреть. И Sakura питательный бальзам для волос. Так, дизайн очень красивый, нежный, мне нравится. Так, для волос еще есть восстанавливающий, очищающий кондиционер Lotus. В серии Nuki появилась пенка для полости рта. Она такая маленькая, тут 50 миллилитров. Я, честно говоря, ожидала чего-то более такого значительного. И написано, что идеально подходит для тех, кто носит брекеты, потому что она, в общем-то, проникает в труднодоступные места и избавляет от загрязнений. Мицеллярный шампунь Detox, вулканический пепел. Ну, это, соответственно, вот к этой маске, которую я вам первую самую показывала. Еще из серии La Creme мед с молоком. Вот такой вот восстанавливающий крем-гель для душа. Ой, ну аромат просто потрясающий. Мне понравился. Для дома, ну то есть для стирки, появился вот такой концентрированный стиральный порошок для деликатных тканей и шерсти. Одна пачка равняется 3 килограмм стирального порошка. Меня тут как-то в видео поправили, то, что я говорю, 1 килограмм равняется 3 килограммам, а на самом деле пачка. Если быть точной, то в пачке 800 грамм, получается 800 грамм равняется 3 килограммам обычного порошка. В любом случае получается намного удобнее, потому что это маленький легкий пакетик. Не надо таскать из магазина огромные какие-то балыглы и пачки. И еще, что меня очень привлекает в порошках вообще от компании Фаберлик, то, что они биоразлагаемые, у них растительное сырье. Вообще хороший состав, они дерматологически протестированы. Причем они не тестируются на животных. Вот, и в общем-то подходят даже для чувствительной кожи. Вот, данную новинку я не пробовала, но я уже более 6 лет пользуюсь только порошками Фаберлик. И я очень довольна. Маска и скраб. Гидрогелевый патч для губ. В линеечке Beauty Lab появляется. Ага, я так понимаю, тут два шага, да, смотрите. Сверху скраб для губ, а внизу патч. Ой, ну я прямо сегодня, наверное, попробую вечером. Тут как удержаться-то? И вот как раз 12-й каталог с его яркими новинками. Мне нравится взять, плюхнуться на диван, которого пока нету. Вот, ну поэтому пока можно на стуле посидеть и полистать. Я понимаю, что электронный это более экологичный и все такое. Но вот мне так нравится именно полистать бумажный каталог. Прямо мне кажется, что в электронном я половины не замечаю. И остались у меня покупки по купонам. То есть это уже не новинки, это повторные. Вот такой обновляющий крем для тела из серии Океанум. Вообще шикарный, замечательный. К нему я взяла сияющую эмульсию для тела. Также из одноименной серии. Вот по текстуре эмульсия более легкая. Этот чуть-чуть плотнее, но там совсем незначительно. И эмульсия дает такой подсвечивающий эффект, очень красивый. То есть нету явных блесток, но вот кожа выглядит замечательно. И мгновенно просто впитывается. Этот крем тоже быстро впитывается, но эмульсия просто вот мгновенно. Маску для лица драгоценную, гардерика. Мне нравится ее использовать на, соответственно, кожу лица и еще на кожу шеи и декольте. Отлично она работает. По купону взять было супер. Мне, кстати, писали в комментариях, что людям не дают почему-то эту маску. И говорят, что она не входит в товары по купонам. Ну вот, вот я взяла. Сейчас даже чек достану, покажу. По купону, не помню уже по какому разу, венцелярную воду Биомика я приобретаю с пребиотиком. И, в общем-то, она отлично подходит для удаления макияжа с лица. Не такая она эффективная для удаления макияжа с глаз, если сравнивать с бифазным средством. Но, если у вас не стойкая косметика, то, в общем-то, подойдет. И не знаю, с какой попытки мне, наконец-то, удалось заказать именно эти тени, которые я уже два раза заказывала не те. Один раз, вернее, забыла, а второй раз я перепутала оттеночки. Итак, 57-80. Давайте сразу мы его и посмотрим. Темно-коричневый. Завтра буду делать с ними макияж. Красивый. Я думаю, что их можно будет комбинировать с другими карандашами. Вот такими стиками, которые у меня есть. Просто более светлый я буду наносить во внутренний уголок глаза, а вот этот вот потемнее во внешний. В общем, завтра буду экспериментировать. И, как обещала, вот смотрите, драгоценная маска красоты. 549 стоимость. Я ее приобретала по купону за 259 рублей. Вот такая хорошая скидка и абсолютно все прошло. Если кому интересно, заказик вышел на 63 балла. И к оплате было вместе с доставкой 5056 рублей. Если бы я покупала просто без купонов и без скидки консультанта, я бы за это все заплатила 7551. Так что выгода, по-моему, здесь очевидная. И если у вас еще, кстати, нет личного кабинета Фаберлик, то переходите по ссылке под этим видео. Попадете ко мне в команду. Я никого не трогаю, никому не пристаю. Только даю полезную информацию и, в общем-то, держу в курсе акций. Все. Так, если будут какие-то вопросы, всегда можете обращаться. Я с удовольствием помогу. Значит, привезли кальраби и вот такую морковь. Сейчас буду делать салатик. Просто на терке это все потру. Совсем забыла про свою терку. Я просто у свекрови брала, а эту только с дачи привезла. Там она у меня лежала. Как раз сейчас на ней и потру. Кальраби довольно большая у меня, поэтому я потерла, видите, даже меньше половины и одну морковку. Нам вполне хватит. Сейчас все это перемешаю и буду заправлять. Еще хотела рассказать по поводу похудения, коктейля, вот этого Wellness от Faberlic. Просто много очень комментариев, в личку сообщений, особенно к тем, кто в Инстаграм за мной наблюдают, что мы смотрим, не поймем, то ли ты худеешь, то ли ты не худеешь. Вроде как ты и не худеешь. Вопрос, пьешь ты коктейль или не пьешь, и какой вообще смысл. Ну, смотрите, во-первых, это функциональное питание. И когда я понимаю, что, например, мне никак не светит пообедать или у меня очень поздно получается ужин, вот как раз на выручку приходит вот такой коктейль. Мне это просто удобно. Честно, я очень ленивая в плане готовки. Особенно если, например, у меня дочка на даче, муж на работе. Вот если бы не новая кухня, я бы фиг что готовила, правда. А здесь сбалансировано идет количество микроэлементов, витаминов. То есть вот это вот все в балансе, все необходимое в одной порции. Поэтому получается, что вроде как и низкокалорийное, и витаминов много. И очень удобно для перекуса, когда хочется что-то вкусненького. Как раз на молоке вот этот коктейль сделать или на поздний ужин. Тоже, по-моему, отличный вариант. И на данный момент я не могу сказать, что я худею. Нет, я не худею. Вот слегка скинула. И сейчас я нахожусь именно вот в поддержании веса. Но я начала заниматься. Заниматься я начала буквально несколько дней назад. Ну, если быть точной, у меня было 4 уже тренировки получается. И кто меня давно смотрит, знает, что у меня уже были попытки приобщиться к спорту. И даже на некоторое время мне это удавалось. Но вот в настоящий момент сначала я залипла на свою подругу Ксюху, которая очень хорошо скинула и очень хорошо подтянулась. Но для меня небольшая загвоздка с моей коленкой, что, например, даже если она мне даст комплекс упражнений, которые делает она, я не могу их делать физически, потому что моя коленка еще к этому никак не готова. А моя подруга Таня, которая является мамой 4 на минуточку детей, при этом она вся стройная, изящная и очень такая вот аккуратненькая, она подобрала мне именно упражнения, которые можно делать безопасно для моей коленки. И я под ее четким руководством их проделала. И вот теперь делаю сама. Значит, вот такую ленту я использую. Мы делали первый раз на Таниной ленте. У нее она, знаете, такая тряпочная, какая-то очень прикольная, тугая. Мне тоже теперь такая нужна, потому что у меня лента на самом деле, она такая длинная и довольно жиденькая. Но для рук, может быть, пойдет, для ног не особо. И проблема еще в том, что я пробовала ее завязывать поменьше, ну, чтобы было больше вот такое вот натяжение. Но она тогда скручивается и так впивается мне в ляжке. Простите, что я просто не могу ничего делать. Ну, вот, наверное, самое все интересное я вам рассказала и показала. Спасибо большое, что день этот провели со мной. Надеюсь, вам было интересно. Ну, буду дальше держать вас в курсе. До новых встреч и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok